Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Преподобный Трифон и блаженный Прокопий Вятские. В середине XVI века, на далеком севере в Мизене, в селе Малая Немнюшка Пинежского уезда, в зажиточной крестьянской семье у Дмитрия и Пелагии родился мальчик Трофим. Отец его скоро умер, и Трофим привык во всем повиноваться матери и старшим братьям. Но когда родные стали уговаривать его жениться, Трофим наотрез отказался. Братья решили соблазнить его, подослав свою служанку. Но Трофим так горевал, что с тех пор его оставили в покое. Услышав в церкви поучение об ангельском образе иноков, юноша вскоре покинул дом и, дойдя до Великого Устюга, нашел в себе духовного отца, священника Иоанна. Избегая почитания людей, уже тогда в нем явился дар исцеления, он перешел в городок Орлов на реке Ками. И здесь в течение года вел жизнь юродивого, ночуя на церковной паперти. Однажды зимой, когда Блаженный шел по отвесному берегу реки, его увидели люди, богатых солепромышленников, строгановых. Желая позабавиться, они столкнули нищего странника вниз. В довершение его прикрыл обрушившийся снежный нанос. Испугавшись, шутники откопали святого. Вытряхивая из его сапог снег, они удивились терпению и незлобию подвижника. Он тотчас простил их. Лицо его было радостное, и от него даже исходило тепло. Когда об этом случае узнал Иаков Строганов, то попросил Блаженного помолиться о единственном оставшемся в живых болящем сыне. И тот выздоровел. Вскоре в селе Никольском на реке Вильяде Блаженный исцелил умиравшего младенца. Поучая, святой указывал, что Господь спас детей ради веры их родителей. Когда преподобному исполнилось 22 года, он принял постриг от настоятеля Пыскорского монастыря в честь преображения Господня Ермонаха Варлаама. Суровые иноческие послушания и добровольные подвиги повергли преподобного Трифона, таково было его новое имя, тяжкую болезнь. Более сорока дней не мог он подняться, не спал и не ел, проводя дни и ночи в покаянии. Однажды, когда подвижник был в забытии, ему явился ангел-хранитель, чтобы взять его душу. Преподобный последовал за ангелом по воздуху, не видя ни неба, ни земли, а только чудный свет, пока не раздался великий глаз. — Ты поспешил взять его отсюда, верни снова, где он был. Ангел поставил преподобного в теле и стал невидим. Очнувшись от видения, преподобный Трифон стал горячо молиться. Вдруг он заметил у адра старца светлой одежде с крестом в руках. Это был святитель Николай Мерликийский. — Встань и ходи, — сказал великий чудотворец, благословив больного крестом. — Выздоровевший преподобный стал подвизаться еще усерднее. Несколько исцелений, совершенных им, подали повод к зависти среди братьев. И подвижник предпочел покинуть монастырь. Спустившись вниз по камену 150 попрыщ, он остановился на месте, трижды указанном чудным голосом, рядом с остяцким языческим жертвенником, у устья реки Мулянки. Здесь преподобный начал смелую проповедь среди остяков, подобную преподобному Сергию. Он был тогда научен чтению и разумению Священного Писания, по благодатному откровению. Четыре недели постом и молитвой готовился подвижник к необычайному в этих краях подвигу. Он срубил и сжег ритуальную ель со всеми жертвоприношениями. Видя, что святой старец не потерпел вреда, остяки не решились причинить ему зло. В 1572 году разнесся слух, что черемисы идут войной на Пермь. Остяки, испугавшись, что преподобный покажет им жилище, решили убить его. Но по молитвам преподобного Келия и его стало невидимо, и остяки так и не смогли найти его. С тех пор они начали принимать крещение. К этому времени братья Пышковской обители раскаялись в злобе на святого и упросило его вернуться. Он пришел к ним, однако ненадолго, так как слава чудес гнала его в уединение. Но и поселившись в одинокой хижине на реке Часовой, преподобный не мог отказать множеству больных, приходивших к нему. Особенно замечательно было чудо исцеления крестьяна Григория от болезней глаз. У преподобного Трифона был в Часовне особо чтимый богомольцами образ Софии, премудрости Божией. Знаменательно, что на месте Часовни в дальнейшем был построен храм в честь успения Пресвятой Богородицы. Григорий по обету пришел к образу и с твердой верой просил молитв преподобного. Но после исцеления он стал сомневаться. Не премудрость Божия помиловала меня, не ради молитв преподобного Трифона получил я исцеление, болезнь прошла сама собой. Когда после таких мыслей Григорий опять ослеп, он раскаялся и вторично просил молитв о нем. Исцелив его, преподобный Трифон сказал, «Чадо, милость Божия подала тебе прозрение, веруй этому с твердостью». Ничего не случается без воли Божией, все от Бога, по нашей вере и добрым делам. Не будь маловерен и не согрешай, чтобы не случилось с тобою худшего. Но и здесь недолго пришлось жить преподобному. Однажды, когда он расчищал и сжигал лес, поднялась сильная буря. Огонь перешел на соседний лес и уничтожил большие запасы заготовленных крестьянами дров. Забыв все хорошее, что сделал для них преподобный, крестьяне сбросили его с высокой горы на камни и, увидев, что не расшибся, бросились его догонять. У берега реки стояло пустое судно. Когда преподобный зашел на него, судно само, без веселых парус, перевезло его на другой берег от обидчиков. Ужаснувшись, преследователи вернулись к Григорию Строганову, на земле которого жил преподобный, и рассказали ему обо всем. Строганов разыскал преподобного, велел заковать железо. «Скоро и сам ты перенесешь тоже», — предрек святой. И действительно, вскоре Строганова сковали царские посланные. Тогда он обратился к подвижнику с просьбой простить его. «Помолите преподобного!» Царский гнев прекратился, и освобожденный Строганов отпустил его. Бог наставил преподобного идти в Вятскую землю. Когда он достиг реки Вятки, то вся природа радовалась святому. Вода священной молитвой стала сладкой. Деревья склонялись, приветствуя его. 18 января 1580 года преподобный пришел в город Слободской, а оттуда отправился в город Хлынову. 1780 года, город Вятка. Здесь он усердно молился перед Великорецким чудотворным образом святителя Николая Мирликийского, помня о его помощи в начале иноческого пути. Горожане полюбили незнакомого странника, и когда он обратился к ним с просьбой основать монастырь за рекой и за Сорою, согласились и послали преподобного за разрешением к митрополиту московскому, всея Руси, Антонию, 24 марта 1580 года преподобный в Москве был посвящен сам священник, и 20 июля вернулся в Хлынов, в Вятку, с грамоты на землю для монастыря. Много препятствий было при строительстве обители. Лишь предстательством Пресвятой Богородицы, в честь Благовещения которой был заложен 8 сентября, деревянный храм, дело было доведено до конца. Когда собралось до 40 иноков и храм стал тесен, горожане помогли построить новую большую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В это время из Москвы стали поступать богатые вклады. Преподобный все передавал на нужды обители, которая росла и крепла. Патриарх Ио в 1589-1605 годы почитавший преподобного возвел его в Сан-Архимандрита и дал антиминсы для новой церкви. Близок был преподобный Трифон и с митрополитом Казанским святителем Ермогеном, которому предрек, что он будет патриархом и скончается мучеником. Во время архимандритства преподобного Трифона в Успенской обители он совершил для Вятской страны знаменательное чудо. Немногим ранее основание Трифонова Успенского монастыря в 1578 году в шести верстах от Хлынова в Вятке в деревне Корякинской родился в христианской семье вымоленный мальчик Прокопий. Его родители Максим и Ирина Плужковы долго не имели детей. И тем страшнее был для них удар грома, поразивший 12-летнего мальчика, когда он работал в поле на лошади. С плачем принесли они его домой, где по молитвам родителей он очнулся, но осталось в выступлении. Прокопий раздирал на себе одежду, топтал ее, ходил на гимн. Тогда родители привезли его к преподобному Трифону Вятскому, прося его помолиться святителю Николаю Чудотворцу и преподобному Сергию Радонежскому. Отслужив молебен, преподобный Трифон окропил мальчика святой водой и тому вернулся разум. Между тем, строгость общежительного устава, введенного преподобным Трифоном в Успенском монастыре у него в келье, были только иконы и книги. Неукоснительно требовало он соблюдения общей трапезы. Стало тяготить братью, несмотря на кроткие увещания архимандрита, иноки роптали на него, нарушали устав и довели дело до того, что по их одатайству был поставлен в Москве архимандритом ученик преподобного Трифона Иона Мамин, которому подвижник завещал настоятельно после своей кончины. Тогда братья, избив святого, изгнала его из им самим основанной и устроенной обители. Преподобный Трифон после того, как побывал в Москве и в Сольвычегодске, направился в Соловецкий монастырь в честь преображения Господня. Никита Строганов выделил для него судно с людьми, но преподобный, плывя под вине, отпустил людей, распродав все вещи и судно и явился в обитель преподобных Зосима и Савати простым странникам. Пробыв там недолго, он на обратной дороге зашел в Зятский Успенский монастырь, отдав все вырученные деньги на нужды обители. После этого преподобный Трифон пришел в город Слободской, где по просьбе жителей устроил обитель в честь святого богоявления около 1600 года. Собирая пожертвования на монастырь, святой зашел снова из Сольвычегодск, где Никита Строганов сначала не захотел принять его, но вскоре раскаялся и отпустил с щедрыми подарками. После того преподобный жил в Коряжинском монастыре в честь святителя Николая Чудотворца. Там по его молитвам стали происходить чудеса от образа святителя. Обошел Усть-Сысольские и Устьюжские уезды по рекам в Итчигде и Эдвине, опять собирая средства для благоустройства Слободского Богоявленского монастыря. Последнее путешествие было снова в далекую Соловецкую обитель, откуда его не хотели выпускать. Но, предвидя близкую кончину, о чем говорили и Соловецкие прозорлицы, витой старец спешил, забыв все обиды и притеснения в родной Успенский монастырь. 15 июля 1612 года он с предсмертной болезнью добрался до Хлынова и через слугу просил бывшего ученика архимандрита Иону Мамина допустить его скончаться в обители. Когда же настоятель отказал, преподобный устроился у чтившего его диакона храма в честь святителя Николая Максима Мальцева. Многие в это время приходили к нему за благословением. Среди приходящих был и его общий с архимандритом Ионой духовный отец священный инок Варлам, который утешал его рассказами о возраставшем Успенском монастыре. 23 сентября преподобный Трифон по просьбам соборных старцев был с почести встречен во вратах своей обители всей братьей во главе с настоятелем архимандритом Ионом, который, припав к ногам подвижников, просил прощения. «Сяда, моя духовная Иона», отвечал с любовью преподобный Трифон, «Господь, да простить тебя, это дело не твое было, но нашего старого врага, дьявола». В своей духовной грамоте преподобный Трифон благословил архимандрита Иону, принесшего искреннее покаяние, быть настоятелем монастыря. Так Господь даровал примиренную кончину многострадальному подвижнику, обошедшему чуть ли не весь северный край. Преподобный Трифон в Яцке скончался 8 октября 1612 года и был погребен в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. Когда преподобный Трифон Яцке оканчивал подвиг настоятельства в Успенском монастыре, исцеленный Мотрок Прокопьев стал на трудный, но благодатный путь юродства Христа ради. Через пять лет после исцеления в течение трех лет он прислуживал в церкви в честь великомученицы Екатерины города Слободского. Но заметив, что родители начинают склонять его к семейной жизни, в 1598 году тайно ушел в город Хлынов в Вятку. Несмотря на то, что он, в противоположность преподобному Трифону, происходил из простой и бедной семьи, начало их следования Христу совпадало. Вспомнив о своем детском безумии, он повторил его теперь сознательно, разбирал на себе одежды и ходил на гимн, вдохновляясь одним из наиболее чтимых северорусских святых Иоанном, умершим 29 мая 1494 года, и Прокопием, очевидно, тезаименным ему, умершим 8 июля 1303 года, блаженными устюшскими. Каждый день он обходил городские церкви, тайно молясь перед ними. Блаженый наложил на себя подвиг молчания и объяснялся знаками. Они смеялись над ним. Одни смеялись, другие били, но иродивый все терпел с благодарностью, молясь об обидчиках. Носевал он, где придется, перенося зимой стужу, а летом зной и зуд от укусов комаров и мошек. В народе скоро стала известна прозорливость святого. Он часто ходил к больным города, если видел, что больной должен выздороветь. Приподнимал его своими руками и радовался, а если больной должен был умереть, блаженый плакал, целовал его, складывал свои руки на груди, показывая знаками, что надо готовиться к погребению. Предсказывая пожары, иродивый залезал на колокольню и бил в набат. Оповещая город об указах с требованием денежного сбора, мнимый безумный ходил по торгу, расставлял в ряде молодые деревца в ряд и, проходя, ударял их другим деревом, изображая этим людей на провеже. Провеж это взыскание долгов с неплательщиков, когда их подвергали публичному избиению на площади. Прозорливать блаженного открыла его святость. Вятский воевод и его жена часто звали подвижника к себе в дом, мыли, одевали, кормили его, но когда иродивый уходил от них, он всякий раз раздавал всю новую одежду и старался побыстрее измазать тело до прежней черноты. Лишь со своим духовником, священником церкви в честь Вознесения Господня Иоанном Калачниковым он говорил открыто, заповедав ему не открывать тайны своего подвига до кончины. Много печалился блаженный обузников, принося им хлеб и всегда стараясь ободрить, указывая на скорое освобождение. Однажды Еродивый пришел к своему духовному отцу священнику Иоанну. В это время у него вместе с домашними обедал его сын Иоанн тоже священник. После обеда блаженный взял нож и начал размахивать им над головой молодого священника, а затем стал горько плакать над ним. Через год пророчество сбылось, родственники закололи священника ножом. В церкви в честь святого Иоанна Претечи был такой случай. Юноша Корнилий Корсаков пел за литургией на клиросе, святой Прокопий взял его за руку, повел к царским вратам и втолкнул в алтарь. Через шесть лет Корнилий принял сам священника, а обдовев принял посвиг с именем Киприан и стал игуменом. Тридцать лет подвязался блаженный Прокопий в Ятске в Берроцве. Однажды, когда он был в Хлынове, ему была произвещена его кончина, отстояв богослужение в церкви, а затем в женском новодевичьем монастыре в честь преображения Господня, святой вышел на Пятницкий мост и долго молился. Перейдя его, он сел и отер тело снегом, словно очищая себя скверно. А мы и шимя и пачи снега убилися. Потом пришел под городскую башню, называемую Вышкой, обратился к Востоку и снова усердно молился. Скончался блаженный Прокопий в Ятске с молитвенно простертыми руками и смертью знаменное несение жизненного Креста. Это было 21 декабря 1627 года, через 15 лет после смерти его исцелителя. Осталось неизвестно, виделись ли подвижники между собой или их первая встреча была единственной в земной жизни. Но несомненно, что чтитель Святой Софии Премудрости Божией преподобный Трифон Вятский и чтитель безумия Христа ради блаженной иродивой Прокопий Вятский были связаны крепчайшими духовными узами. Вятский был в честь и погребен в Вятском Трифоновом Успенском монастыре с северной стороны соборного храма. Мощи обоих святых подчевали под спудом. Одно из посмертных чудес также указывает на духовную близость святых. В 1666 году одна девушка из Слободского уезда Марфа Тимофеева была одержима нечистым духом. После горячей молитвы к Вятскому Успенскому монастыре ей было видение. Два святоносных мужа предстали пред ней называя друг друга Трифоном и Прокопием и обещали ей исцеление. Вскоре она совершенно выздоровела. Преподобный Трифон Вятский в праконописном подлиннике описывается так подобием сед брода Аки Сергеева пошире и тупая в лосы на главе не сушей ризы преподобнические и в шапке нецы и пишут ризы преподобнические блаженный Прокопий Вятский Христа ради Еродиева описывается так подобием рус из ферна в лосы кратки кудрявы не сушей брода подоли казмины наквест подпоясан платом руки молебны Богу нашему слава во веки веков аминь Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала